Всем привет! Это я, пёс Алтай. Нет-нет, говорить я не умею. Это всё мой чудесный ошейник. Он помогает мне перевести собаческого на человеческий одно важное сообщение. Если вы хотите помочь проекту, заходите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите на кнопку «Помочь проекту». Радиовера и журнал «Фома» представляют Панзай Никарайдо Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы Ответить непросто, заглянем по-соседски К знакомому доктору мы О тайном, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы спросим опять и опять О ближнем, о давнем О главном и неглавном За чаем с вареньем Беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Друзья мои, здравствуйте Доктор Михаил Гаврилович и его верный Алтай Да, Алтай, это мы Рады вас приветствовать и снова ждем на чай с вареньем наших соседей Брата и сестру Веру и Фому С ними и побеседовать всегда интересно И в путешествие отправиться О, идут Алтай, встречай гостей Михаил Гаврилович, здрасте Бонзай, лакматенция Ты опять? Алтайка, не обращай внимания Здравствуйте, дядя Миша Привет, ребята Ух, какой ты сегодня боевой, Фома Вот, доктор сразу заметил Я заметил Только пока не понял, что Проходите Варенье вишневое Печенье банановое Подставляйте чашки и рассказывайте У нас Фома на всем японском зациклился Фильмы там, мультики Чего? Так сказал дядя Валера Когда ты со своим бонзаем Опять по комнатам скакал Много ты понимаешь Я в ниндзя играл Михаил Гаврилович, я вообще-то к вам с вопросом Так, слушаю тебя Расскажите про святого японца Который самбо изобрел Что? Про кого? Алтай, ты что-нибудь понял? Прости, Фома Я о таком и не слышал Как это? Как же? Эх Дядя Миша Фома просто ходит на самбо А оно корнями из Японии Вроде его придумал какой-то священник В общем, чего-то там нам тренер рассказывал А я отвлекся как раз А, вот в чем дело Ну, ты просто чемпион по путанице Во-первых, не самбо, а дзюдо Во-вторых, не изобрел, а изучал В-третьих, не сам священник А кто? А его ученик Семинарист Василий Ощепков Которого святитель Николай Благословил на занятии Василий овладел японской борьбой Вернулся в Россию Так, а потом? Потом он и его последователи Создали борьбу вольного стиля без оружия Будущее самбо В основе дзюдо И единоборства других народов О, не знал Николай, значит Да, Николай японский Только и это в-четвертых Он не японец А кто? Китаец? Нет, Вера Русский До пострижения Его имя было Иван Дмитриевич Касаткин Родом из глухой деревеньки В Смоленской губернии Но действительно Он большую часть жизни Провел в Японии Да, Артай, сейчас Вот его фото Ой, какой великан Бородатый Хм, если сохранилось фото Значит, жил он не так и давно Да, конец девятнадцатого Начало двадцатого веков Надо же Из Смоленской области И в Японию попал Там что, было много православных? Нет, практически не было До приезда на острова Отца Николая Касаткина Япония вообще была страной закрытой Иностранцев, иноверцев Там не просто не любили Ненавидели А у них самих Какая вера была? Языческая Синтаистская Буддийская Христианство было под запретом Даже под страхом смертной казни Ясно Миссия невыполнима А Николай что? Приехал и сразу всех там Сделал православными? Как Иннокентий, который Проповедовал у индейцев? Ой, подождите Что такое? А ведь мы про Николая Японского Говорили Как раз когда вы нам рассказывали Про Иннокентия Московского Слушай, а правда Они даже, кажется, встречались А ну-ка, Алтай Слетаем на Дальний Восток В Николаевск на Амуре Два священника Вернее, архиепископ и иромонах Иннокентий я узнал Старенький уже А Николай молодой А есть ли у тебя ряса Иннок? Конечно Академическая Покажи-ка Ох, да тут заплатана заплать В Японии все на внешний вид Внимание обращают А что за священник В латаной рясе? Кто такого уважать станет? Неси-ка брат Бархату Купил Несет Бархат А Иннокентий с ножницами и иглой А епископ простому священнику рясу шьет Так-то лучше А есть ли крест? Еще не дали Обещали дать, когда до хакатата доберут О, крест ему на шею надевает Да непростой Этот бронзовый крест Святитель Иннокентий Получил за севастопольскую компанию Алтай, домой Владыка Иннокентий предполагал Что отцу Николаю в Японии придется нелегко Советовал ему перед тем, как начать проповедь Изучить страну, ее язык, обычаи, народ Вначале завоевать любовь А потом нести слово Хм, слово Но для этого надо японский знать Как там? Жутко трудный язык Дядя Валера за него не берется даже Да, очень трудный Первые восемь лет в Японии Николай потратил на его изучение Занимался по четырнадцать часов в день Ого! Учителя, которые преподавали ему японский Не выдерживали Уходили, сменяя друг друга А он все сидел над героглифами Изубрил Я бы так не смог Кроме того, все эти годы Николай ходил в японские храмы В школы Знакомился с традициями А однажды случилось вот что Стоп! Все, я хочу в Японию К святителю Николаю? Ага Это далеко Но нам же в возможной реальности Расстояние нипочем Алтай Отправляемся в 1865 год Беремся за поводок Это мы где? Зал Такие все официальные На острове Хакайна Русского консула Боевым искусством Везет А кто такой самурай? Это воин, Вер Отважный и гордый У них даже кодекс свой был Самурайский Видала, какой меч у него за поясом? Ага Только что-то он на отца Николая Косится так Отец Николай для Саваби Лютый враг Японец Еще и лидер тайной организации Которая борется с иноземцами И жрец в языческом храме О, правда Еще чуть-чуть и набросится А батюшка ничего Внимание даже не обращает Алтай Давай-ка ближе к ночи перенесемся В дом священника Ой, дядя Миша Что такое? Что это? Темно Ничего не видно Что это за шум? Вот, свет появился Это отец Николай Выходит со свечой Ой Самурай Ему навстречу И меч уже достает Саваби Зачем ты пришел? Что тебе нужно? Я пережил Щитобы тебя убить Но за что ты на меня сердишься? Я сделал тебе что-то плохое? Вас, иностранцы Нужно всех перебить Вы пересыли захватить нашу землю А ты со своей проповеди Порси всего Вередись в Японии А ты разве уже знаком с моим учением? Нет Ну разумно ли, не зная чего-то, ругать? Ха Самурай чуть меч не выронил от удивления Ну если то за твоя вера Говори Изволь слушать Вот молодец Не испугался Не начал сюсюкать с ним А серьезно, строго сказал А дальше? Дома расскажу О, что я вспомнил-то, ребята У меня ведь японский чай есть Цветочный Несу А вы пока на эту фотографию взгляните Смотри, Вер Японец с крестом Это батюшка Старенький А вот и чаек Ой, как пахнет необычно Так, подождите, подождите Пусть настоится Алтайка тоже хочет чего-нибудь японского Чего бы ему дать? Хе-хе Морской капусты Хе-хе Вот я тебе сейчас рыбки дам Ну, как вам фотография? Узнали? Нет А это отец Павел Имя что-то совсем не японское Отец Павел Савабе Тот самурай? Он самый Но как же так? Вы же говорили, он какой-то там лидер И жрец Вы спрашивали, что было потом? Первый рассказ Николая буквально поразил Савабе Он впервые слушал о Боге едином и милосердном Отроется Ну, он хоть понимал что-нибудь? Святитель Николай писал Я говорил, а его лицо прояснялось Он достал из-за пояса тушницу Отложил саблю Вынул из рукава бумагу И стал записывать Через полтора часа Это был совсем другой человек Доктор, чего он из-за пояса достал? Тушницу Ну, чернильный камень для смешивания туши Что-то вроде нашей палитры для красок А, и этот самурай, значит, стал священником? Ну, не сразу Он приходил каждый день на беседы А через три года крестился И принял имя Павел Вместе с Савабе Крестились два его друга Это были первые японцы, принявшие православие А этим жрецом Савабе перестал быть? До крещения он продолжал вести службы в синтаистском храме Только клал перед собой Евангелие И читал его под барабан Ха-ха, вместо языческих молитв, да, ловко И никто не догадывался А еще через семь лет Савабе стал первым японским православным священником Ух ты! Значит, христианство тогда уже в Японии разрешили? С приходом к власти нового императора Отношение к христианству смягчилось Николай перенес православную миссию в столицу, Токио А православные-то кроме Савабы и Николая были? Конечно В 1878 году православных в Японии было уже более 4 тысяч человек Конечно, один Николай уже не мог читать проповеди всем А они бы сами, японцы, взяли бы книжки Ну да, Библию бы почитали Так не было книжек-то На японском языке, ребята, не существовало тогда никакой православной литературы Надо было, значит, на японский наши книжки перевести Только это сложно, наверное Очень, но батюшка за эту задачу взялся А можно посмотреть как? Алтай! Ну, тогда поехали! Алтайка Побегай пока тут Ага, погуляй Вдруг какой-нибудь сад камней найдешь Или это, цветущую сакуру Кого цветущую? Каких камней? В сакурове Это японская вишня А сад камней? Ну вот с мамой поговори Она японскую поэзию любит, пусть тебе расскажет Эх ты, а сама над ниндзями смеешься Ой, би-би-би Так-так, хватит-хватит Осмотритесь лучше Сейчас вечер Вон там вход в маленькую комнатку А в ней свет горит Это келья владыки Заглянем Вот он Сидит за столом Книгами обложился Ага, весь стол завален О, а он тут не один Еще японец Вон, смотрите На табуреточке чего-то тоже пишет Это его помощник Павел Накай Человек образованный И преданный православной вере А что за книги-то? Здесь и китайские переводы писания И церковнославянские И английские Книги на греческом На латыни Каждый стих сверяется с десятками источников Впечатляет Титанический труд Как папа говорит За четыре-пять часов Не более пятнадцати стихов Так медленно И сколько же он всем этим занимался? Тридцать лет Сколько? Каждый день в шесть вечера Павел Накай Заходил в его келью А в десять уходил А сейчас они что переводят? Молитву Господи помилуй Угу Похоже не очень-то получается Книжки листают Спорят Разные иероглифы Друг другу показывают Сложно перевести на японский слово Помилуй А что сложного? Ну, по-японски слово звучит Как помилование преступника Поэтому епископ Николай И решает взять слово Которым называют отношения матери и ребенка Мама свое дитя Милует, жалеет Правильное слово Ой, там Алтайка Набегался, вернулся Ну, пойдемте к нему Возвращаемся О, еще даже чай не остыл Давайте пить скорее Дядя Миша Значит, Владыка Николай Работал переводчиком? Он много чем занимался В том числе и переводами Христианских книг Не только Из школ, организованных епископом Николаем Вышли ученики, которые переводили и литературу Они познакомили японцев с Толстым, Достоевским, Чеховым И что, японцам это было интересно? Японцы от русских книг были в восторге Но помимо переводов Николай проповедовал Объездил всю Японию Везде выступал То есть японский язык он выучил на зубок А Фома английский учит-учит А произношение все равно не получается Это «зэ» Уже почти получается «зэ» Но у святителя Николая тоже был сильный русский акцент Но это не мешало ему рассказывать о христианстве Так интересно, с примерами из жизни Что японцы собирались на его проповеди толпами О, вот так, знай наших Пришло время, когда Никарайдо Стал в стране вторым по популярности человеком После самого императора А почему Никарайдо? Вер, японцы букву «Л» не выговаривают Поэтому приветствовали русского священника «Панзай Никарай» Само православие японцы порой называли Никарай И это русский священник, которого раньше Чуть ли не убить хотели Представь себе Везде, куда бы епископ Николай не приезжал Он начинал строительство православных храмов Их около пятидесяти по всей Японии Здорово! Но, дядя Миша, получается, святой Николай Россию забыл совсем? Конечно нет, Вера Японский епископ помнил и любил Россию Правда, за все время служения ему лишь дважды удалось съездить на родину Чтобы близких повидать? Нет, но прежде всего, чтобы собрать средства на миссию Замечательно! Повезло японцам, что такой человек к ним приехал Да, Алтай? Ну, так-то оно так, но... Что? В 1904 году японский флот напал на русскую эскадру на Дальнем Востоке Ого! Война началась! Крайне неудачная для России Почему неудачная? А наши к ней были не готовы, Вер Цусима, Порт-Артур, что-то такое я слышал Да, русская армия и флот сражались отчаянно Но слишком много обстоятельств оказались против нас А как же владыка Николай? Его не убили хоть? Не, Вер, не должны были Его же в Японии все любили Но война штука такая Он, наверное, сразу уехал в Россию? Действительно, все русские, бывшие в Японии, покинули страну А епископ Николай... Мы с Алтайкой уже готовы Ну, вставайте, за поводок беритесь Владыка, нужно ехать Вы читали газеты? Всех русских называют шпионами Везде аресты, ваша жизнь в опасности Никарайдо, не бросай нас Нам нужна твоя помощь Бог поможет нам Им оператора гарантировать тебе безопасность Не уезжай, Никарайдо Ты наша любимая, Отец Вы останетесь совсем один во вражеской стране Вам придется молиться за победу японского оружия Я русский, но не покину страну, которую знаю и люблю Буду молиться о скорейшем восстановлении мира Вы поезжайте, друг мой А я остаюсь Настоящий герой Не оставил тех, за кого отвечает Алтай, домой Дядя Миша, а японцы его правда не тронули? Японцы епископы любили, но... Что? На острова тысячами стали прибывать русские солдаты А вы же говорили, что японцы нас побеждали Откуда тогда солдаты? Пленные, Вера 73 тысячи человек А Николаю давали с ними повидаться? Нет Но авторитет его был так высок, что ему позволили организовать помощь пленным А кто ее оказывал? Сами японцы По благословению святителя, пять японских священников, которые умели говорить по-русски, помогали пленным Каждого одарили серебряным крестиком, давали иконы и книги А наши в России про это знали? Да Император Николай II писал ему письма с благодарностью Михаил Гаврилович, а до конца войны святитель дожил? И даже пережил Мирно скончался в Токио в 1912 году Алтай, давай еще разок в Японию слетаем О, мы на крыше высокого дома Весь город отсюда видно Ого, что на улицах творится? Смотрите, целое море людей Японцы хоронят святого Николая Ого, весь город Венки, венки Хоругви несут А у девушек в руках пальмовые ветви Ого, о, смотрите Там, кажется, ордена на подушечках Да, орденов много И японские, и русские А вон тот огромный венок Он от кого? От самого императора Внутри венка надпись из двух иероглифов Высочайший дар Это великая честь Ни один иностранец такой не заслужил Японский император назвал святого Достоянием всей Японии Смотрите, собор виден Красивый Рядом с императорским дворцом На высоком холме А как он называется? Собор Воскресения Христова Это если официально Но японцы зовут его между собой Никарайдо? Конечно Прямо и слезы, и радость Горжусь Вот какой он наш святой Алтайка, домой Фомочка Мне так все про Японию понравилось А ты меня научишь Чему? Ну, это, ну, быть самураем Или как его? Ниндей Бонзай! Бонзай! Да ну вас, Михаил Гаврилович Я про другое подумал Ведь Николай Японский Он же тоже как самурай Как это, Фома? Ты что? А что? У него тоже свой кодекс чести И отважный он был И верный От себя отказался Ради высокой цели Ну, доля правды В твоих словах есть, Фома Святители Николая Даже называют иногда Русским самураем Но не забывай Что он еще и равноапостольный Это потому, что он Бога любил И других людей Учил любить Бога Верить Ну да Вот, Фомочка Теперь тебе будет Что рассказать Своему тренеру По борьбе Это точно Доктор Спасибо огромное За рассказ Но нам уже пора Да До свидания, дядя Миша Алтайка Пока-пока Сайонара, ребята По-японски До свидания В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готовь Дорогие друзья Благодарим вас за помощь В создании программы Ваши пожертвования Это наши новые выпуски Рассказы дяди Миши Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому